Время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Наследники Победы. Буквально два дня назад мы с вами отметили главный праздник нашей страны. Отгремели салюты в честь воинов-победителей. Какими они были, солдаты Красной Армии? На примере одной судьбы материали из «Красного Сулина». На войне, как в жизни, бывают и успехи, и поражения. Одно из которых, когда наше танковое подразделение окружили и уничтожили. Писал в своих послефронтовых записях Иван Банников. На фронт он ушел еще 17-летним юношей и никогда об этом не жалел, рассказывает его сын Юрий. Весной 43-го года его направили в учебную танковую часть. Учеба продолжалась до ноября 43-го года. После окончания их всех направили в Нижний Тагил, на завод, где изготавливались знаменитые танки Т-34. Демобилизовался он в декабре 1945 года. На фронте Иван Банников прошел непростой путь. Был танкистом, получил множество ранений. Несмотря на это, его послефронтовая жизнь была энергичная. Работал он в городе Шахты и вел активную общественную деятельность. Политотдели Шахтинского отделения 40-кадской железной дороги. Регулярно он пока был в секторном комсомола от Каменоломни до Лихой железной дороги. И туда на Михайло-Леонтьевскую это его участок был. Потом уехал, учился в Ленинграде. Закончил высшую школу. За время своей службы Иван Банников был в составе танковой бригады. Имеет множество орденов и наград. Не было ни дня, когда отец не вспоминал о фронтовом времени, рассказывает Юрий Иванович. Именно благодаря отцу он воспитал свой характер. А в семье Банниковых его подвиг будет жить вечно. Диана Погосова, Богдан Дмитриев, Дмитрий Соборев. Специально для программы «Время местное». От них зависит наше будущее. Молодые, инициативные, творческие. В Донецке состоялся форум деловой молодежи. Алексей Масленников пообщался с участниками. Популяризация предпринимательства в молодежной сфере Ростовской области. Это одна из целей форума под названием «Деловая молодежь Дона», который прошел в Донецке на базе Института Южного университета. Сегодня мы являемся стартовой площадкой для реализации областного форума деловой молодежи Ростовской области. Нам очень приятно, что самые инновационные и крутые проекты в Ростовской области начинаются именно с нас. И Южный университет является соорганизатором данного форума. Здесь собрались школьники и студенты. В ходе встречи спикеры объяснили, что же такое предпринимательство, рассказали о поддержках деловых инициатив молодежи, давали полезную и важную информацию, обсуждали все плюсы и минусы этой отрасли, а также делились своим опытом. Сегодня мы собрались в прекрасном городе Донецке для того, чтобы у ребят, которые полны идей каких-то, или может быть еще сами об этом не знают, зажечь глаза, чтобы они начали действовать в направлении своих целей. На протяжении пяти часов присутствующие в живом диалоге обсуждали насущные вопросы. После теоретической части участникам предстояло разработать свою бизнес-идею, в которой нужно было по пунктам изложить все, начиная от названия фирмы, чем она будет заниматься, заканчивая ее анализом, где нужно было рассмотреть прибыльность компании, вероятность осуществления идеи, скорость окупаемости и так далее. После чего участники команд презентовали свой бизнес-план жюри. Очень полезные были лекции. Я на самом деле думал, что мы придем, и там будут такие вот стандартные тренинги, как «хочешь быть богатым? Будь богатым». А оказалось все намного круче, намного лучше, полезней. Мне очень понравилось то, что были востребовательные современные технологии, которые, в принципе, и отражались в этом форуме, и они нам дали понять что-то новое. Самое главное – дали нам понять что-то новое. В завершении каждому были вручены сертификаты участника. Форум прошел в Донецке впервые, и, возможно, для кого-то он станет отправной точкой для реализации своих бизнес-идей. Алексей Масленников. Специально для программы «Время местное». Инновационное оборудование на страже здоровья детей. Пока миллеровские школьники отдыхали на весенних каникулах, в их школах появились чудо-аппараты. Наши коллеги испытали их на себе. В школе номер пять учащиеся уже привыкли к тому, что при входе в образовательное учреждение необходимо проверять температуру и обработать руки на новом оборудовании. Его изюминкой является встроенная функция автоматической термометрии и распознавания лиц, благодаря которой обеспечивается контроль за состоянием здоровья учеников. Теперь прохождение обязательного утреннего фильтра существенно упрощено. Благодаря инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева во многие школы Ростовской области были поставлены аппараты бесконтактного определения температуры тела и обработки рук. Мы с удовольствием пользуемся этим оборудованием, которое называется санитайзер. Это очень большая помощь нам. Такие средства размещены в школах всей Ростовской области. Инициатором установки новых аппаратно-программных комплексов выступил губернатор Дона Василий Голубев. Но при этом финансирование у проекта федеральное. Пока ребята отдыхали на каникулах, в 26 школах города и района было размещено 32 аппарата. Учащиеся быстро привыкли к утренней обязательной процедуре. Нужно под вот эту вещь поставить руки, оно измерит твою температуру и обработает твои руки. Покажешь? Да. Могу не бояться, что заражусь коронавирусом. Ранее для школы Ростовской области были закуплены и рециркуляторы воздуха, и бесконтактные термометры, а также моющие и дезинфицирующие средства. Но сегодня программа установленного комплекса сама идентифицирует ученика школы и проверяет, есть ли он в базе данных. По-прежнему в каждом классе установлены приборы и для обеззараживания воздуха. Поэтому сегодня уверенно можно сказать о том, что все меры профилактики и защиты от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях города и района приняты. Людмила Киселева, Виталий Платонов, Миллеровский телеканал для программы «Время местное». Поговорим о любви. Новошахтинский драматический театр готовится к предстоящему фестивалю с таким романтическим названием. Всех его участников и зрителей ждет приятный сюрприз. В фойе театра открылась выставка живописи «Весенняя рапсудия». На ней представлены работы донских художников, собранные из фондов Музея современного искусства Ростова-на-Дону частных коллекций. Представила свои работы на выставке донская художница Ольга Минжилий. Среди гостей учащиеся детской художественной школы имени Овечкина. Для них это прекрасная возможность услышать от самого автора о технике живописи, ее манере и восприятии картины. Поучаствовать в выставке с такими мастерами, как Олег Майборода, Теряев, Клеонов. Это все наши учителя. В нашем городе на впервые и рада небольшому отдыху. Это всегда освежает взгляд. И когда сидишь в своей мастерской, концентрирован на дно, здесь, конечно… А здесь провинция? Ну не то, что провинция, да, но просто всегда интересно посмотреть, как будто просыпаешься и видишь то, что вокруг. Помог организовать выставку в Новошахтинске депутат законодательного собрания Ростовской области Роман Лютиков. Это традиционный подарок, который мне очень приятно делать, тем более учитывая, что прошлый год был пропущен. И он был такой достаточно непростой фестиваль. Не удалось провести в силу пандемии. В этом году пятый очередной международный фестиваль нас ждет. Я надеюсь всех новошахтинцев. Мне хочется в связи с наступающими праздниками пожелать всем благополучия, здоровья. Весенняя рапсодия. Даже полотна художников наполнены весенним светом и солнечным теплом. Цветущие деревья, букеты сиреней, задумчивые лица. Помогла создать атмосферу приятного созерцания Елена Романова и ее прекрасная арфа. Телекомпания «Несветая» специально для программы «Время местное». Завораживающие голоса, дух соперничества, слепые прослушивания. Стартовал третий сезон шоу «Голос Дон». Смотрите в сюжете из Сальска. Когда ребята хорошо работают, на сцене хорошо поют, то естественно, что тут хочешь, не хочешь, повернешься. Знакомьтесь, команда Анатолия Каунова. Данил Бабайцев, 19 лет, кадет Сальского казачьего кадетского профессионального лицея. Участвовал в шоу «Голос Дон-2020», но тогда первым ему стать не удалось. В этом году почувствовал себя увереннее и говорит, что пришел на конкурс за победой. На слепых прослушиваниях, по словам наставников, сделал все точно. Инна Таран, 21 год, живет в Сандаке, давно занимается музыкой. Услышав Инну на слепых прослушиваниях, Анатолий Каунов сразу решил, какую композицию даст Инне на финал. Иван Шманцарь, 26 лет, исполнитель и мотоблогер под ником «Авиатор». Окончив университет, Иван уехал на мотоцикле в путешествие по России. На время пандемии оказался дома в поселке Целина. Да, решил попробовать свои силы, давно просто уже не был на конкурсах. Постоянно распеваюсь дома, занимаюсь вокалом, занимаюсь, занимаюсь. И так решил тряхнуть стариной, короче. Наставники назвали его выступление крутым, а выбранную композицию шикарно подобранной и соответствующей его голосу. Марина Макаренко, 17 лет, учащаяся в школу номер 7, пришла на шоу буквально в последний момент. Волновалась очень сильно, но надеется, что с каждым новым выходом на сцену, уверенность у нее будет только прибавляться. Полуфинал шоу «Голос Дон-2021» состоится уже в мае, а в середине июня – финал. Финалисты третьего сезона будут награждены дипломами и ценными подарками. А победителю будет предоставлено право участвовать в программе «Утро» на телеканале «Дон-24». Артем Ирошников специально для программы «Время местное». Возраст не помеха в любом начинании, но при этом очень важно, чтобы тебя поддерживали те, кто рядом. Об этом и не только в сюжете из Песчанокопского района. Дом семьи Михайленко из села Николаевка полон охотничьей атрибутики. На стенах картины с изображением диких животных, козлиные рога. Сразу становится понятно – глава семейства Виктор Михайлович – охотник со стажем. Но последние годы он собирает особенную коллекцию – чучело птиц, которые делает сам. Я мечтал об этом, давным-давно мечтал, а все не знал, как же начать эту работу. В интернет залезли, у меня Надежда Ивановна, мастер этих делов, прочитали все, что надо, нашли для них, для выработки этого дела. И потом потихонечку, первым делом была у меня ворона. Ворона была? Да, была ворона, попалась. Такая неудачная немножко, но она сейчас там стоит, у ребят я ее подарил. Кому что, где попадется, ребята тоже охотники ходили. И они, это, попалась, вот у нее там ножка была, она уже все равно не жилец была. Только надо, чтобы все было хорошее, чтобы голова, ноги, крылья, они отбитые были. Вот тогда все это и дело. Супруга, Надежда Ивановна, такое увлечение поддерживает, несмотря на то, что на создание одного, даже маленького экспоната уходит много времени. Но и она нашла для себя не менее увлекательное дело. Вышивание картин. Большинство ее работ на охотничью тему. Последние, по-моему, волки были. Нет, это я переделала, вообще первое у меня было. А так, последние вот я волки сделала и пока остановила. Семья Михайленко полны оптимизма. По дому все стараются делать вместе. Во дворе беседка, оформленная под старину. Чуть дальше баня, которую они тоже построили сами. Приветливые и жизнерадостные супруги любят гостей и дружеские посиделки. Но и вдвоем им некогда скучать. Михаил Игнатенко и Евгений Трачук специально для Время Местное. На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся в четверг на этом же месте в это же время. Время Местное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА